Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы сегодня поговорим? Как-то в одном из выпусков мы рассказывали, кого можно садить, кого нельзя садить рядом. И одна из таких культур, которые нельзя садить рядом, это красная и черная смородина. Давайте мы разберемся, почему эти две культуры, как бы сестры, родственницы, почему их нежелательно садить рядом. Ну, во-первых, у этих культур разные биологические особенности. В чем заключаются эти особенности? Значит, красная смородина более зооткоустойчивая, поэтому она может расти на возвышенных местах. Черная смородина для хорошего урожая требует больше влаги, поэтому для нее отводим пониженные места. Это одно. Далее, красная смородина требует полного солнечного освещения, только в этом случае она дает хороший урожай. Черная смородина может расти где-то и в затенении. Ну и самое главное, конечно, это, ну, может быть, не так важны эти биологические особенности, но такая особенность есть у них интересная, что они отличаются по срокам прохождения различных фаз развития. Их разница в фазах развития достигает где-то одну неделю в распускании почек и в начале цветения. Вот. И далее, что интересно, ягоды созревают уже по созреванию ягод, по сроку этого созревания ягод. Красная и черная смородина отличаются две недели. Разница между созреванием красной и черной смородины. Первая созревает в начале июля красная смородина, а в середине июля созревает черная смородина. Значит, раз разные сроки созревания, что необходимо знать, значит, эти смородины, ну, и сроки обработки будут не совпадать. То есть, обрабатывать, если они растут рядом, значит, для одной смородины как бы надо обрабатывать, а вторую еще рановато обрабатывать. Вот поэтому, по этой причине, их нежелательно садить рядом. Ну и самое главное, что было сказано в предыдущем ролике, где я вам рассказывал, что их нельзя садить рядом, у них общая болезнь и вредители. Поэтому их не садят рядом, потому что вредители и болезни общие, а обработки не совпадают. Вот получается такой дисбаланс. Поэтому ждите это явление. Ну и дальше еще, что необходимо помнить, что необходимо знать. Значит, все черные смородины культурой перекросно опыляемые. Есть самоплодные сорта, но все равно они дают лучший урожай, если где-то есть другой сорт. То есть они могут переопыляться. И опыляется черная смородина чем? В основном мухи, осы, пчелы опыляют и помогает ветер. Поэтому черную смородину необходимо садить в таких местах, которые проветриваются. Только в этом случае, если будет ненастная погода, зажжливая, для того, чтобы ветер мог приносить пыльцу, необходимо проветривать места. Красная смородина – самоопыляемая культура. Раз она самоопыляемая культура, значит, там один куст будет давать прекрасные урожаи. Но самое важное, что необходимо вам помнить, когда вы будете планировать посадки этих культур на своем участке, это их урожайность. Так вот, знаете, что ученые подсчитали максимальную урожайность. Максимальная урожайность черной смородины с куста, того хорошего, развитого большого куста, составляет 12 килограмм. А вот у красной смородины урожайность составила 28 килограмм. Поэтому, зная эти цифры, вы можете смело подходить к планированию посадок на своем участке. Вы понимаете, что если вам необходимы ягоды, то один куст красной смородины, или по речке, как нас называют на Белоруссии, он равнозначен тромб кустам, практически тромб кустам черной смородины. Вот, знаете об этом. Так что садите эти культуры, но учитывая их биологические особенности, учитывая, что у них по-разному, во-первых, этих культур, что необходимо помнить. Красная смородина дает мало побегов. И вот если посмотреть черной смородины, которая дает много побегов, просто черная смородина год за год она будет заглушивать красную смородину. Раз она заглушит красную смородину, значит урожайность красной смородины будет падать. И зачинение, опять скажется, и урожайность будет маленькая. Ну и не надо забывать, что у красной и черной смородины есть биологические особенности в формировании урожая. Если красная смородина имеет такие кольчатки, кольчаток очень много, и старая дровесина, эти кольчатки находятся на старой дровесине, и у каждой кольчатки свисают 2-3 грозди, ну грозди могут до 15 см длиной быть, то есть урожай формируется на старой дровесине, у красной смородины, и ветки долголетние, чем старшая ветка, тем больше урожай. Черные смородины, веточки тонкие, кольчатки маленькие на этих веточках, и что получается? У нас сейчас маленькие кольчатки, кисти короткие, обычно где-то ягод 5-6, вот почему урожай у нее ниже. И вдобавок, что у черной смородины, ее плодят как бы молодые ветки. Все старые ветки, которые уже по 6 лет, если у красной смородины они усыпаны ягодами, то у черной ягоды уже мелкие, их мало. Вот поэтому учитывайте эту важную особенность при выращивании этих растений. Формируйте правильно кусты, оставляя у черной смородины молодые ветки, а у красной старые, такие уже долгоживущие ветки. Поэтому, учитывая все вышеизложенное, высаживайте эти культуры раздельно, получайте хорошие урожаи, пользуйтесь этим дарами природы, этими витаминами. Смотрите наши ролики. До свидания.